Добрый вечер, уважаемые телезрители! В прямом эфире программа «Наедине со всеми» и я, ее ведущий Александр Катунцев. Мы продолжаем следить за событиями, происходящими на Одесском антитрухановском Майдане. И сегодня активисты Майдана отправились в Киев. К сожалению, не обошлось без провокаций и припонов. В ходе программы мы будем связываться с участниками акциями и узнаем все ее подробности. А в гостях у нас представитель антикоррупционного офиса Аркадий Топов. Добрый вечер, Аркадий! Но перед началом нашей беседы я хочу напомнить телезрителям, что мы традиционно проводим интерактивное голосование. И сегодня хотелось бы узнать ваше мнение вот по какому вопросу. Как вы считаете, услышит ли Киев активистов антитрухановского Майдана со второго раза? У нас есть три варианта ответа, как обычно. Если вы считаете, что да, будут приняты срочные меры, звоните по телефону номер 728-01-70. Если же нет, их принципиально не хотят слышать, звоните по телефону номер 728-01-71. Если же вы считаете, что придется ехать еще, звоните по телефону номер 728-01-72. Кроме того, если у вас возникнут вопросы к нашему гостю, звоните по телефону прямого эфира 728-72-07. Итак, я предлагаю начать нашу беседу с просмотра сюжета о том, как сегодня активисты антитрухановского Майдана отправлялись в Киев. Повторюсь, к сожалению, не обошлось без происшествий и провокаций. Давайте посмотрим, как это было. Злоключения начались рано утром. Выехать в намеченное время просто не получилось. Колонну остановили полицейские прямо на Думской площади. Анонимные телефонные террористы сообщили, что в автомобилях бомба. Принимайте звонки. Еще раз, пожалуйста. Четко и ясно, почему вы их хотите сейчас встретить? Что вы отворачиваете? Вы насильно уделяете людей и не хотите отверстий. Вы нарушаете закон. Вы бы еще маску одели. Вы обязаны, я вас председаю. По дороге тоже было полно организованных неудобств. Колонну, говорят, активисты четыре раза останавливали правоохранителей, обыскивали, задерживали надолго, вызывали оперативно-следственные группы. Или полиция так непрофессионально работала. Или активисты были супершпионы, что необходим был регулярный обыск. Или кто-то просто не хотел, чтобы об антитрухановском Майдане узнал президент Украины. Какой-то преступный провластный сговор. Может быть за деньги, я не знаю. Может быть админресурс. У нас останавливали самым наглым образом. Совершенно предвзято. И пытались задержать, не пустить. Все что угодно было. И минирование, и какие-то инспекции вместе с какой-то милицией, с какими-то людьми в гражданских, в гражданском. И полиция, это уже которая полиция. В общем, приключения такие неприятные. В конце концов, на подъезде в Киев, когда произошла очередная остановка, активистам пришлось пойти на крайние меры. Было очевидно, что попытаются вообще нас не пустить. Мы перекрыли трассу. Причем, не знаю, удивительно было то, что никто не сигналил из водителей. И как-то сразу обстановка разрядилась. Стало понятно, что мы будем сражаться. Всеми доступными способами, чтобы попасть в Киев и выразить свою позицию президенту. Однако все-таки антитрухановский Майдан после всех злоключений, которые явно происходили не по трагическому стечению обстоятельств, а из-за нежелания господина Труханова, чтобы киевляне и президент услышали все, что о Труханове думают и знают одесситы, добрался до улицы Банковой, где находится администрация президента Украины. В 15.30 по телефону мы связались с активисткой антитрухановского Майдана Алифтиной Короткой. Судей много, перекрыта банковая с военными. На Банковую, конечно, никого не пускают. Труханов проплатил какое-то тут количество так называемых айдаровцев. Хотя подошли айдаровцы из Киевски, вот, и сказали, что это не айдаровцы, а какие-то клоуны ряженые, вот, и они выступают за Труханова. У нас тут произошла такая небольшая потасовка, вот, и мы им объясняем, кто такой Труханов. Вроде бы они уже слушают нас и понимают, что они вышли за сепаратиста. Вот, понимают свою ошибку. Ну, митингуем, требуем, чтобы к нам вышел кто-то из аппарата президента, пока никто не выходит. Кроме этого, к нам подошел представитель полиции Киевской и сказал, что они настроены применить к нам силу. Сейчас они снова обшукают наш антитрухопуст. Сейчас на Банкове. Они уже стали кордоном, менты, и обшукают нашу машину. Это на Банкове. А по дороге четыре раза запрещали, и четвертый раз мы перекрыли трассу, и они отпустили нас. Однако, несмотря на все, в кавычках, приключения, активисты считают, что поездка удалась. Подходило несколько, скажем так, организаций, вот, киевских, именно киевских, вот, которые нас поддерживали, вот, военные, в том числе, атошники. Резонанс общественный, безусловно, от поездки будет большой, вот, в связи со всеми событиями. Вот, вышел к нам представитель канцелярии президента, вот, мы ему заявили о том, что у нас первый раз было тут 12 человек, сейчас больше 100. В следующий раз, если не будет реакции, мы приедем, тысячи уже не уедем. Активисты говорят, в Киеве должны услышать украинскую патриотическую Одессу, потому что с Трухановым у нашего города просто нет будущего. Ну, вот так вот, с такими трудностями отправлялся представителя антитрухановского майдана в Киев. Как вы это все прокомментируете? Как вы считаете, кем были санкционированы все эти препоны и преграды? Конечно, право на мирное собрание является одной из основных конституционных прав всех граждан Украины. И то, что спустя два года после революции достоинства до сих пор люди, которые хотят мирно протестовать, они встречают такое сопротивление. Это, конечно, говорит о том, что очень много еще надо предстоит сделать тем же гражданским активистам, людям, которые борются за свои права. Кто это сделал? Конечно, это должны решать правоохранительные органы, в том числе, которые они должны были решать, расследовать, например, разгон этого же Майдана, что было, на самом деле, беспрецедентным после всех событий, такое происходило. Конечно, проще всего предположить, что это заказали те, против кого протестуют протестующие. Возможно, это и так. Ну, исходя из логики вещей, как минимум, это правильное предположение. А что касается правоохранителей, к сожалению, я вот сейчас сомневаюсь в том, что они смогли бы, смогут или захотят ли расследовать, потому что мы можем судить по результатам расследования разгона этого Майдана, пока я не видел никаких, честно говоря, конкретных результатов. Ну, смотрите, даже если учитывать то, это наш одесский, скажем так, ну, грубо говоря, местечковый Майдан, да, вот его разогнали, к сожалению, там были ужасные кадры, я думаю, видели. А вот если даже до сих пор не закончено дело по Евромайдану разгону, по расстрелу людей, и до сих пор расследование не закончено, то что уже говорить за Одессу? Конечно, тут все идет, как бы, рыба гнезд головы. Если в Киеве не сумели расследовать, я думаю, тут, к сожалению, если все так же будет оставаться, то вряд ли стоит ожидать положительных результатов. Да, очень жаль, очень жаль. Аркадий, ну, давайте поговорим о вашей общественной и, скажем так, профессиональной деятельности. Дело в том, что вы представляете антикоррупционный офис, и есть ли у вас результаты конкретной работы, вашей организации? Если да, то какие коррупционные схемы удалось раскрыть? Да, конечно. Мы занимаемся, прежде всего, наша основная задача – это мониторинг деятельности городского совета. Тут мы для себя выделяем три направления основных. Первое – это анализ деятельности депутатов и проектов решений, которые они готовят и принимают на предмет коррупционной составляющей, а также возможных расстрат с бюджета. Второе направление – это анализ возможных путей непоступления денег в бюджет. И третье – это мониторинг имущества депутатов. С открытых источников сопоставляется их декларация и открытые реестры имущества. То есть, что они декларируют и что они имеют реально. То есть, насколько они правдивы с жителями города. Из реальных результатов, их довольно уже много, можно вспомнить это. Это мы мониторим и растрата при ремонте дорог улиц Одессы. Это превышение, допустим, завышение стоимости песка при закупке, тротуарной плитки. Также непоступление денег в бюджет из-за дачи большого количества льгот по налогам, арендной плате. Не всегда они даются, допустим, не всегда они даются незаконно или не оправданы. Но есть случаи, которые получают льготы, наверное, не совсем правильно. Я так считаю. Мы продолжим эту тему. У нас сейчас есть связь как раз с участниками антитрухановского Майдана, которые отправились в Киев. Я правильно понимаю вас? Мы сейчас связались уже с ребятами? Да, у нас есть эта связь. И на связи у нас, если я не ошибаюсь, Михаил Кузаконь. Да, Михаил, вы меня слышите? Добрый вечер. Да, да, слышу вас. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как прошла ваша поездка? Ну вот мы сейчас буквально 2-3 минуты назад смотрели сюжет, как вы отправлялись из Одессы. Расскажите из первых уст, как все прошло. Ну нас 4 раза, если меня память не подводит, мы 4 раза пытались не пустить в Киев по дороге, начиная с Одессы и заканчивая под самым Киевом, скажем так. Потом, когда мы приехали уже к администрации президента, мы уперлись в огромное количество военных, полицейских. То есть не знаю, чем связан такой ажиотаж, потому что мы позиционируем себя сразу как мирная акция, как мирные люди, но огромное количество военных, огромное количество полиции, разной милиции, спецслужб и так далее. Но акция прошла, я думаю, что результат будет виден позже, обратит на нее внимание президент. Президент, конечно же, к нам не вышел, но было много людей, были киевляне в том числе, нас поддерживали. Но я так понимаю, судя по тому, что вы добрались до Киева, акция состоялась, как говорится, не испортили вам обедние, злые происки врагов. Какая акция была? Что на этой акции было? Что в этот раз вы приготовили для администрации президента, для киевлян? Ну, у нас, скажем так, было еще раз заявить о себе, о том, что есть такая проблема, которую президент, аппарат президента пытается замалчивать. Вот, СМИ пытаются замалчивать. Сегодня, поскольку у нас было много уже людей, поскольку количество участников выросло, исходя из прошлой акции, было много очень СМИ, в том числе республиканских. Ну, и кроме этого, мы озвучили, оглашали там письма и документы, которые мы собираемся подавать в международные институты разные, которые касаются этой проблемы нашего города. Вот так. Ну, результатами поездки вы довольны? Как вы считаете, акция удалась или все-таки ее сорвали? Она была проведена не в полу? Нет, ее очень сильно хотели сорвать, но это не удалось бы, благодаря тому, что активисты все настоящие, стойкие люди. Это как такой цельный прямо организм был. То есть невозможно было нас установить на самом деле, как власть не старалась, как там, не знаю, Трухановские какие-то силы не старались. Мы в итоге приехали под администрацию президента, провели мирный митинг, сделали все, что запланировали. Я думаю, что, ну, результат надо смотреть. Надо ждать реакции администрации президента, от аппарата президента, от самого президента. Надеемся, что она какая-то будет. Выходил к нам представитель администрации, какой-то там, не знаю, человек, который занимается приемом документов. В общем, серьезных каких-то чиновников к нам не вышло. Но диалог какой-то был. Понятно. Ну, в этот раз, насколько мы видели из сюжета, об этом говорила Алевтина Короткая, что пытались устроить провокацию уже там в Киеве. Пришли какие-то люди, которые там, ну, устроили чуть ли не стычки с вами. Да, удалось все это? Да, были люди в камуфляже. Их немного было, правда, там, не знаю, до 10 человек, по моим впечатлениям, которые пришли, как бы, с нашивками Айдара. Можно сказать, насколько они принадлежат Айдару, возможно, принадлежат, относятся как-то к Айдару. И которые, значит, пытались нас провоцировать на какую-то стычку, не знаю, как-то так получилось. Вот. Они говорили о том, что он хороший, потому что им когда-то там помогал. Мы им объяснили, что, воруя огромные деньги, можно, конечно, таким образом и помогать кому-то, выдавая это за благие дела. Но на самом деле мы же понимаем, что это не так. В общем, закончилось все тем, что люди в военной форме с ошибками Айдара согласились с нашими, скажем так, требованиями. Можно вот так даже выразить. Понятно. Но вначале провокация, пытались сделать провокацию. Пытались, да. Хорошо. Михаил, спасибо. Спасибо большое за оперативную информацию. Я желаю вам удачной дороги. Я так понимаю, вы возвращаетесь в Одессу, поэтому, как говорится, мы ждем вас. Надеюсь, что в следующих эфирах мы обязательно встретимся и пообщаемся на эту тему в том числе. Спасибо вам большое. Всего доброго. Удачной дороги. Ну, на связи с нами был Михаил Кузаконь. Это участник антитрухановского Майдана и участник как раз акции, так сказать, выездной акции. Те ребята, которые поехали в Киев, он принимал. И, кстати, первый раз он ездил в Киев, и во второй раз тоже он поехал в Киев. Вы слышали, как все это происходило. Опять же, есть возможность у вас прокомментировать. Ну, тут фактически то же самое. То есть, то, что такое происходит, это то, что людей не дают высказать свою позицию, это очень плохо. С другой стороны, я подумал о том, что это, с одной стороны, это говорит о том, что как мы далеки от стандартов соблюдения прав человека, с другой стороны, это говорит о том, что те, которые противодействуют, насколько они, наверное, глупы, потому что чем больше противодействуют протесту, тем больше разгорается. Это как бензин, топливо для протеста. любыми своими, вот то, что был разгон, то, что препятствует проведение акции, допустим, в Киеве, любому протесту, неважно. Это всегда только добавляет ему популярности, известности. Поэтому тут еще такое вывод можно сделать. То есть, действия, скажем так, не вполне профессиональные. Вот так вот. Наверное, да. Мы могли бы найти что-то похитрее, как бы противодействовать, чем вот просто тупо вот так запрещать и препятствовать. Вернемся к нашей теме разговора. Это как раз вот те антикоррупционные схемы, которые, вы рассказывали, удалось раскрыть. А по результатам ваших расследований, я понимаю, что в любом случае, может быть, там и не очень громкие дела вы какие-то расследовали, тем не менее, аж есть конкретные фигуранты. Вот по результатам расследований были ли возбуждены какие-то уголовные дела, довели вы их до судов или нет? И вообще, кто-то был конкретно наказан по решению суда? Либо все-таки до этого и пока еще не дошло? Смотрите, вот одним из основных таких направлений, которые мы мониторим, и одним из основных нарушений, которые мы выявили, это является, как ни странно, то, что они не опубликовывают во время проекта решений. Или вообще их не опубликовывают, или опубликовывают с опозданиями. Чем это грозит? Это грозит тем, что общественность Одессы, жители города не имеют возможности ознакомиться с проектом решений до того, как он будет принят. Фактически они не узнают о решении постфактум. А часто большинство даже и не узнает об этом. Тут возникает вопрос, а если вам нечего прятать, так почему вы прячете эти проекты решений? И мы в связи с тем, что проекты решений публикуются в нарушении законодательства менее чем за 20 дней до сессии, подали в суд. Вот сейчас ждем рассмотрения этого дела. Вот это вот дело, которое удалось довести до суда. Когда будет решение суда? Пока еще, то есть мы ждем рассмотрения, пока мы только подали. Хорошо. Если говорить о коррупции, ну, к сожалению, я же говорю, опять же, подчеркиваю всегда, вот пока мы не можем побороть это зло, и потом мы отдельно еще об этом тоже поговорим, почему так происходит. Тем не менее, какие самые коррумпированные сферы, сферы деятельности в Одесском городском совете? Как вы считаете, вот уже учитывая ваш опыт расследований? Опять же, исходя из того, что мы мониторили комиссии городского совета, депутатские комиссии, например, исходя, опять же, из того принципа, что чем больше прячутся, значит, тем больше моментов, которые нужно спрятать. Мы столкнулись с проблемой того, что некоторые комиссии, опять же, в нарушении регламента городского совета, проводятся негласно. Должна была опубликоваться заранее дата места проведения, однако этого не делается. Чемпионом по такому тайному проведению комиссии является комиссия по архитектуре, градостроительству и застройке территорий. Это, конечно, я думаю, связано непосредственно с таким большим количеством детальных планов территории застройки города, в том числе и центральной части, и французского бульвара, которых на последних сессиях было принято. Не секрет, что есть у нас исторический ареал города, их два, центральный и французский бульвар, там запрещена высотная застройка. Но, тем не менее, все видим прекрасно, что строится огромное здание. Это несет ряд негативных моментов для города. Это и транспорт, и нагрузка на коммуникации, и уничтожение соседних исторических зданий, и искажение архитектурного облика исторического Одессы. И очень много таких ДПТ было принято сначала на тайной комиссии, потом это решение выносится на сессию, принимается на сессию. Ну и в соответствии потом одесситы просыпаются и уже не узнают свой город. Да, хорошо, если они живут где-то далеко, а если они живут рядом, то они еще часто бывают так, что высотка строится рядом, они получают плесень, потому что поднимаются грунтовые воды, получают дополнительные пробки, и еще шум, пыль и так далее, много проблем. А если говорить вот об историческом ореоле, то мы, кстати, не раз уже касались этой темы, учитывая зонин, которая сейчас принимается, то французский бульвар уже не входит в исторические. Конечно. То есть остался у нас один. Это вот на ближайшую сессию, это будет, наверное, самый скандальный и противоречивый проект решения, потому что там очень много таких спорных моментов общественность пыталась добиться каких-то изменений, но практически они никак не были учитаны. У нас есть снова связь с участниками антитрухановского Майдана, с теми ребятами, которые побывали в Киеве, сейчас на связи. Подскажите, кто у нас сейчас на связи? Еще раз. Алина Подолянко. Сейчас у нас на связи Алина Подолянко. Алина, добрый вечер. Вы слышите меня? Добрый день. Здравствуйте. Мы только что общались с Михаилом. Михаил Кузакон был на связи. Он нам, в принципе, рассказал, как проходила акция, с какими трудностями вы добирались до Киева. Все началось с Одессы. В Одессе вам препятствовали выезд из города, снова вас минировали, якобы по дороге в Киев. Вроде он сказал, около четырех раз останавливали. Ну, в общем, были колоссальные трудности и препоны, которые вам пытались устроить для того, чтобы вы, я так понимаю, не попали в Киев. Тем не менее, слава богу, попали, акция прошла. Как вы считаете, кто устраивал все это? Кто стоит за этими препонами? И кто, ну скажем так, санкционировал все это? Ну, это особенно Труханов с Виттамером Котляром. Это однозначно. Потому что мы выкладываем в Фейсбук відео, как остановили, обшукували наши микроавтобусы. И, то есть, последний раз микроавтобусы, они взагалі, понимаете, они даже боятся сказать, чей это наказ. И говорят медицинские, что мое личное мнение, мне показалось, что у вас там опасные предметы. В автобусе имеется в виду опасные предметы? Это микроавтобус, наш антитрухобус. Да, он вперед поехал, его остановили и сказали, чтобы их обшукувать. Это перед перекрытием трассы было, когда потом потянули автобусы, мы просто перекрыли трассу, потому что зрозумели. Понимаете, они по своей дурочке думают, что просто люди едут, набрали каких-нибудь людей, и они будут сидеть в автобусе и ждать, что их развернуть. А так не будет. Просто 100 людей вышли и перекрыли трассу. И тут они понимали, что если они не отпустят автобусы, то перекрыта Киевская трасса, это настолько сильный резонанс. Даже для нас это будет очень круто. И все, и они сразу отпустили автобусы. И езжайте, и езжайте. И мы поехали. Поэтому они боятся этого голоса. Как вас встретил Киев? Насколько, вот опять же, мы говорили с Михаилом, если в прошлый раз, в принципе, тоже препятствовали, тоже вас минировали, но в Киеве все было тихо, спокойно, акцию дали провести, вы продемонстрировали фильм, передали через секретарят президента, обращение к президенту страны. И, в принципе, несмотря на то, что огромное количество тогда вас встречало правоохранителей и нацгвардейцев, тем не менее, все обошлось, ну, скажем так, относительно спокойно. В этот раз, к сожалению, не удалось избежать провокаций. Были там и некие стычки. Вот расскажите об этом подробнее. Значит, там были люди, нам, мы еще подъезжали, вот это, зупинялись, когда нас зупиняли, нам позвонил Микола Коханівский, это комбат батальйона ОУН, это бойовый комбат, и сказали, что он заходится там на банковой, то есть он поддерживает нашу акцию, и хлопцями там был. И каже, тут находятся люди, которые называют себя Айдаром, и они приехали, чтобы поддерживать Труханова, против вас приехали. Они озвучили еще, потом в разговоре, мы не понимали, что это за люди, но когда мы приехали, мы увидели их, и не знаем, что это за люди. Это люди, вец-мэра Котляра, они с ним товарищуют, и было озвучено, что им позвонила самооборона и попросила поддерживать Труханова на банкове. Угу. Понятно. Это 15-35. Ну, тем не менее, насколько я понимаю, конфликт был исчерпан, то есть вы, в принципе... Честно вам скажу, было даже трошки сутичка, потому что мы заявили, что это продажные люди, но, как мы увидели, потом главные из них действительно работают на Котлярах, отримывают гроши, а решта, ну, их набагато, то, может быть, 10, а решта, они вообще не понимают ситуации, и мы начали им рассказывать, куда же вы лезете, вы что не знаете, кто есть такой Труханов, и они слушали нас, и потом, знаете, так вот чухали по телу, то есть, блин, точно, какая-то дурня выходит, что мы захищаем сепаратиста. Понимаете? Да. Понятно. Вот так вот. Ну, тем не менее, я же говорю, несмотря на вот эти все препоны и преграды, вам удалось провести эту акцию, по вашим ощущениям, как вы считаете, каковы результаты поездки будут? Во-первых, удалась ли акция, и самое главное, какие результаты вы от нее ждете? Ну, мы впевнены, что акция удалась, потому что наша мета была привернена уваги, уваги президента и ЗМИ. Мы увидели, что представник президента, ну, это приниматель президента, он сначала прибег, мол, что вы пишите, звернение, мы сказали, что три недели тому мы уже были у Киеве и занесли звернение, и реакции ніякой. Потом он пошел, потом, когда ЗМИ начали писать, что до нас никто не вышел, он снова прибег. И говорит, ну, что ж, ЗМИ такое сказали, я же к вам приходил. То есть, они боятся, они боятся такой реакции гучной и пытались, знаете, зглаживать, чтобы, не дай Боже, не начались какие-то сутички, какие-то радикальные действия. Потом пришел главный зам вичевого отдела, ой, не может, ну, ЗМИ, и заявил нам, что они будут действовать жорстко, не дай Боже, мы что-то начнем делать. Что начнем делать, и когда я спросила, а, например, мы подпали машины, это же не против закона. Он сказал, ну, это админпорушение, но это, вы не должны делать, потому что я вас покоряю, что мы будем действовать жестко. То есть, вот это они очень боятся. Понятно. Алина, вы сейчас возвращаетесь в Одессу, насколько я понимаю, да? Так, мы сейчас в дороге. Вот мы сегодня спрашиваем в нашей программе у телезрителей, вот услышит ли Киев активистов антитрухановского Майдана со второго раза, ведь это вторая поездка ваша. Три варианта ответа у нас есть. Да, будут приняты срочные меры. Второй вариант – нет. Их принципиально не хотят слышать. И третий вариант – придется ехать еще. Вы бы как ответили? Либо у вас есть свой вариант ответа на этот вопрос? Услышит ли Киев вас во второй раз? То есть, первый раз вы съездили, вы же помните, реакции пока не было. А вот во второй раз вы съездили, будет какая-то реакция? Как вы считаете? Мы сподеваемся, потому что мы с тем, кто приходил до нас, там можно власться, там приходили разные. Мы пояснили, чтобы они не сподевались, что, знаете, мы приехали, и все на сцену закинчится, что мы доведемо справу до конца. Ну, взагалі, рассказывали, розумієте, как Киев не очень в курсе. Там вот стояли и милищанцы, там, таких, немаленьких рангів. И когда мы рассказывали, что у нас делается в Одессе, знаете, у них были круглые очки. Вот, честно, они немного не понимают ситуацию, что происходит. Я думаю, что так, как мы поводили себя, то, что они увидели, что у нас выступали все по черзе. Это не то, что одна людина взяла микрофон и сказала что-то, и все, а разные люди стоят, просто и стоят. Там много активистов, и все эти люди, это майданецкие, понимаете, те, которые уже много лет борются с режимом. И я думаю, что реакция будет, потому что уже ЗМИ написали, центральные ЗМИ, и так себе это уже не пройдет. Мы им нагадали, вы слышите меня, да? Да, да, да. Мы нагадали им, что первый штурм вообще перед революцией государственной установки был в Одессе, если вы помните. Саме в Одессе. И после этого покатилися по всей стране. И что этим играть не можно. И если нам придется ехать еще раз, я сподіваю, это не придется, но такие варианты могут быть. Мы приедемо уже тысячи две. И мы бачим ситуацию так. Понятно. Спасибо. Алина, спасибо за оперативную информацию. Я желаю вам удачной дороги. И повторюсь, я Михаилу уже говорил об этом, что надеюсь, что мы встретимся в эфире более детально и подробно вы расскажете о своей поездке в Киев. Спасибо. Всего вам доброго. Дякую вам. До свидания. Повторюсь, напомню телезрителям, что на связи у нас была Алина Подолянко. Это тоже активист антитрухановского Майдана. Сейчас они возвращаются из Киева в Одессу. Ну а мы вернемся к нашей теме беседы. Дело в том, что как раз мы перед телефонной связью с Алиной говорили о коррумпированности. Я так понимаю, что разные сферы деятельности в Одесском Горсовете подвержены коррупции. Это, как вы сказали, что связано с дорожным строительством, с реконструкцией, и торговля, и архитектура, и так далее. К сожалению. Но одним из самых коррумпированных видов деятельности все-таки являются дорожные работы. Дело в том, что их и проконтролировать очень сложно, и, как говорится, украсть денег там можно много. О каких объемах коррупции и, соответственно, воровства идет речь в сфере как раз этой деятельности? В плане ремонта дорог непосредственно могу привести такие цифры, что за последние несколько лет затраты города на ремонт дорог увеличились приблизительно в 4-5 раз. При этом, я думаю, мало кто из атецитов почувствовал это такое резкое увеличение. При этом, надо сказать, что улучшение качества. Качество дорог. Я об этом, Одесса. При этом, бюджет города увеличился приблизительно всего лишь на процентов 40. То есть, понятно, что затраты на дороги растут непропорционально. При этом, когда мы анализировали тендеры, которые проводились в прошлом году на ремонт дорог, и в 15-16-м году больше половины выиграла компания Росздоростроя, которую СМИ часто ассоциируют непосредственно с мэром, с его окружением. Плюс, еще несколько компаний, которые связаны с его окружением или их связывают прямо или не прямо с людьми из его партии. Там счет идет на сотни миллионов гривен в год. Что касается непосредственных примеров, то одним из таких примеров, которые мы нашли не совсем недавно, является пример ремонта тротуаров, закупки плитки, которые уже многие в городе за последние годы наверное заметили, как ее становится все больше и больше. мы решили выяснить, до нас почему-то никто не занимался, с чем же так связано, почему это становится больше, кто этим занимается, какие деньги на это тратятся. Вот один из таких тендеров недавно, совсем в мае, был заключен с компанией СК Автострой на ремонт тротуара со средней ценой одного квадратного метра 1260 гривен. Для сравнения мы сразу всегда нужно все познается в сравнении. Мы посмотрели аналогичные тендеры в других городах, например, в Днепропетровской области есть тендеры о капитальном ремонте тротуаров такой же плиткой, такой же марки, но даже немножко толще на 2 сантиметра ценой 411 гривен за квадратный метр. Уже после нашей публикации, нашего расследования многие предприниматели из Одессы стали писать, что они сами клали такую же плитку, заказывали полностью работы по цене приблизительно 300 гривен за квадратный метр. Чтобы люди одесситы понимали базу ценообразования, сама плитка стоит порядка без работы приблизительно 80 гривен за квадратный метр плюс работа и так далее. Если мы говорим про этот тендер, то там общая его сумма 3 миллиона 200 тысяч гривен, даже чуть больше. То есть, если мы говорим, что стоимость работ завышена приблизительно в три раза, это с хорошим по самым скромным подсчетом, то приблизительно город потеряет около 2 миллионов только на одном тендере. Вот это такой реальный пример. Да, он действительно красочно очень, цифры говорят сами за себя. У нас есть телефонный звонок, давайте послушаем телезрителей. Алло, добрый вечер, мы слушаем вас, вы в прямом эфире. Добрый вечер. Здравствуйте. У меня будет две реплики. Пожалуйста. Первая реплика. У меня создается такое впечатление дежавю. В 2013 год точно так же, такими же методами пользовался Труханов при задержке Евромайдана, когда они ехали в Киев. Такими же методами они препятствовали поездке евромайдановцев в Киев. Такими же методами не давали возможность высказать свое мнение людям, одесситам по отношению к регионалам. Точно такими же методами он пользуется и сейчас. То есть человек совершенно о них никак не думает, не перестраивается. Он теми же принципами руководствуется и дальше. То есть он регионал в душе, в корне. и ждать лучшего от Труханова не приходится. Хочу сказать, что гостеприимность Киева зашкаливает. В два ряда выстроены нацгвардия. Неужели так Порошенко боится ста человек, что они могут разнести Банкову? Неужели так боятся? Наверное, боятся, потому что Одесса всегда была центром революционных настроений. Нельзя в Одессе уже жить, просто дышать тяжело. И вторая реплика. Если молодой человек занимается комиссией по коррупции, то как он смотрит и как они рассматривают дела господина Труханова, которые очень часто в основном 90% тендеров выигрывают на ремонт дороги, на строительство домов, на укладку той же плитки. И эти деньги не идут в бюджет города на благоустройство, а идут в его карманы, а дальше переправляются в офшоры. Неужели это не является для вас звонком того, что нужно его привлечь к ответственности, подавать в суды, привлекать к ответственности человека, который нагло врует у людей деньги. Пожалуйста. Спасибо, да, спасибо за вопросы. Их, можно сказать, прозвучало два, но я предлагаю все-таки начать с последнего, что касается деятельности горсовета и лично мэра. Кстати, почему? Потому что мы как раз об этом говорили, о той же самой тротуарной плитке. Вот вы установили, что 1260 гривен было заложено в работу Одесским горсоветом. Хотя реальная стоимость по Днепропетровску, да, вы сказали, 300, 400, одесситы говорят и по 300 можно сделать. Ну вот, как бы вы ответили на вопрос нашей телезрительницы? Смотрите, мы все-таки не государственные органы, общественная организация, поэтому все, чем мы стараемся делать, это мы озвучивать проблемы, а на самом деле для любой правоохранительного органа даже публикация, это является поводом для возбуждения уголовного дела. Но глядя на то, как у нас расследуются подобные дела, честно говоря, у нас нет надежды на то, что будет найдено тут правда в системе правоохранительного органа в то время, когда они практически еще не реформированы. Это первое. Второе, это то, что все-таки несмотря на все власти там они не первый раз находятся у власти и там достаточно опытные люди. Все эти тендеры часто проводятся формально очень неплохо. То есть формально да, проведем тендер, есть фирмы конкурирующие. Ничего, что если конечно копнуть, они там ниточки введут к одной компашке, грубо говоря, к людям, которые связаны между собой. Но тем не менее, есть фирмы, которые одна выигрывает, одна чуть-чуть дает дешевле цену. И все. Тут подкопаться очень сложно. Что ж, очень-очень все это печально, очень жаль. Это мне напоминает, знаете, игру в наперстке, когда человек приходит, он понимает, что его обманывают, но сделать ничего не может. Вот он не успевает замечать, а плюс еще сообщники помогают. И мы понимаем, что нас обманывают, но ни доказать не можем, ни за руку поймать не можем. Вот, беда. Когда женщина говорила, что мне пришла мысль в голову, что нельзя говорить то, что у нас все вот так вот бесперспективно, невозможно. Одна из основных проблем у нас в городе и в стране это то, что власть имеет столько свободы в своих коррупционных каких-то действиях, ровно столько, сколько ей дает народ, люди. Хотя после революции количество людей, которые занимаются общественной деятельностью, стараются как-то влиять на эти процессы, увеличилось, тем не менее, их довольно мало. Вот, мы приглашаем людей, давайте, идемте вместе мониторить городской совет, вычитывать проекты решений, но это мало кому интересно. Все хотят уже результата. Я хочу обратиться к людям, что пока люди сами, мы сами не пойдем и не сделаем этот результат, не вскроем эти факты, сделаем их как можно более громкими, потому что все-таки, несмотря на все, наша власть все-таки боится большого резонанса. Если это какой-то большой резонанс, то есть шанс, неплохой шанс того, что удастся как-то ситуацию склонить в свою пользу, в пользу горожан, граждан Украины. Поэтому для этого нужно идти и заниматься общественной деятельностью. Нужно непосредственно заниматься тем, в чем вы профессионал, либо в чем ваши интересы. Допустим, ремонт какой-то улицы, где вы проживаете. Не надо защищать интересы людей на другой улице. Возьмите за то, что непосредственно касается вас. И когда вы сами свои интересы научитесь защищаться, и каждый одессит, ладно, не каждый, мы все понимаем, что есть разные люди с разными возможностями. Но тем не менее, при этом увеличении количества людей, которые защищают свои интересы, у нас есть очень большой шанс, что мы наконец-то построим тот город, ту страну, которую хотим. А вот ждать от Труханова, там была такая фраза, что мы уже ничего не можем ждать. Ждать от Труханова конечно нет. Придет другой человек, если мы будем ждать, мы также ничего не получим. Нужно не ждать, нужно все-таки что-то делать. Что ж, Спасибо за вашу позицию. Я думаю, многие одесситы вас тоже сегодня услышали. И возможно, что-то в их взглядах тоже изменится. Возможно, они присоединятся и будут самостоятельные шаги совершать. Спасибо вам большое. Спасибо. Что ж, уважаемые телезрители, наша программа подходит к концу. Мне остается подвести итоги интерактивного голосования. Напомню, что сегодня мы спрашивали у вас, как вы считаете, услышит ли Киев активистов антитрухановского Майдана со второго раза. 38% считает, что да, будут приняты срочные меры. 41% не верят в это. Они ответили нет. Их принципиально не хотят слышать. И 21% наших телезрителей считает, что придется ехать еще. Что ж, спасибо большое. Спасибо участникам антитрухановского Майдана, которые сегодня были в Киеве за оперативные новости. Мы с ними сегодня связывались по телефону. Нашим телезрителям спасибо за активность, за телефонные звонки, вопросы и, конечно же, голосование по нашему интерактиву. Наша программа подошла к концу. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok